Дренаж Поменьше Кто из вас ничего не оставляет и спит спокойно? Руслан Он просто не делает этой хирургии Ну что ж, по большому счету у нас есть три опции У нас есть возможность оставить нефростому, у нас есть возможность оставить стенд Или кто-то выбирает компромиссный вариант, видимо, четочникового катетера на сутки Больше не имеет смысла держать этого пациента, увеличивать риски и осложнений И ничего не оставляет И действительно, если мы посмотрим Первых два варианта, это таких гарантированных вариантов У нас есть отток Второй вариант, это какой-то фактор непредсказуемости Вас могут подорвать ночью или вашего коллегу И он вам будет не очень благодарен на следующий день И о чем мы должны думать, когда мы говорим, скажем, о нефростоме Первое, это боль, связанная с дискомфортом от трубки во время дыхания Это необходимость потребления анальгетиков Это затеки, то есть моча затекает И связанные с этим инфекционные осложнения или боль Это стоимость, нефростома стоит денег И плюс, пока стоит нефростома, она может влиять на койко денег Если мы говорим о бездренажной методике с использованием стента Опять-таки, это стент, связанные с симптомами Я уверен, что каждый из здесь присутствующих Встречался с пациентами, у которых они говорят Доктор, сделайте что угодно, но уберите этот стент И действительно, по справедливому замечанию профессора Смита Который немало сделал на этом поприще В отношении моделирования стентов Стент, связанный с симптомами, их очень-очень сложно отследить Понять, что от чего зависит Об этом мы будем говорить еще позже Естественно, это стоимость, связанная со стентом Он стоит денег Плюс, что немаловажно, это удаление этого стенда Если это мужчина, это гибкая цистоскопия с удалением Либо это будет ригидная под анестезией Но это в идеале, как она должна быть Мы будем говорить и об этом в послеоперационном ведении Если мы говорим о бездренажной, абсолютно бездренажной методике Мы знаем о том, что это боль, которая, как обычно, случается ночью Я не знаю, какой-то закон должен быть это объясняющий Это анальгетики, это инфекционные осложнения Это фрустрация пациента Он выписан, и у него вдруг сильнейший болевой синдром Что такое? Это необходимость ставить либо нефростому, либо стент То есть дренировать как-то Плюс, мы будем об этом говорить чуть позже Кто-то, используя абсолютно бездренажный метод Использует еще гемостатики То есть закрывает этот ход перкутанный Да, это возможность повторной операции В случае, если вы оставили, не дай бог, резидуальный фрагмент Вам все-таки нужно делать это дело Давайте посмотрим, что у нас в легитимном поле Да, в целом, значит, бездренажные методы Они входят в стандарты, в европейские стандарты Но что касается российских стандартов Да, есть национальные клинические руководства И, собственно, это прописано и в наших национальных клинических рекомендациях То есть вы можете заниматься бездренажной, абсолютно бездренажной методикой И вы будете абсолютно правы, если вы выставляете для этого показания Да, давайте внесем небольшую ясность Говоря о, значит, дренажном методе У нас есть Это классификация такая маленькая В соответствии с Кройсом То есть, кто не знает, это клинический офис эндорологического исследования Значит, эндорологического общества И мы знаем, что есть большие и маленькие нефростомы И, собственно, граница раздела проходит на 18 шареров И из исследования, которые выполнены этим же офисом эндорологического общества Но вы можете смотреть, вы можете видеть Значит, к сожалению, не очень хорошая цветопередача Но вот то, что внизу Сейчас кислород работает А, вот Вы можете видеть Вот эта часть Это, значит, маленькие трубки То есть меньше 18 шарера Эти трубки, те, которые больше 18 шарера Вы можете видеть В Израиле почти никому не ставят большие трубки И в Чехии всем ставят огромные трубки Я не знаю, что это должно значить И в целом, по заключению этого исследования Оно, понятно, не лишено недостатков Но как будто бы большая нефростома Она снижает риск кровотечения Ну и в целом, я думаю, те, кто занимаются этой хирургией Если у вас там бьет кровь Такое тоже бывает Вы интуитивно хотите поставить что-то там побольше И, собственно, да, это так называется это исследование Значит, и, собственно, вот из этого же соображения Есть, к сожалению, здесь не видно Это баллон, это катетер КАЕ То есть компания КУК Который, значит, тампонирует этот доступ Я призываю вас на всякий случай Имейте хотя бы один такой набор у себя на отделении Для того, чтобы экстренно остановить любое ЧП У нас он есть Я, к счастью, там за вот 5-6 лет Он так и не использован Я думаю, что там нужно смотреть уже дату годности Ну и стерилизации Еще одно исследование, которое сравнивает 22-й и 12-й френч То есть большие и малые нефростомы То есть, вы знаете, разницы в дельте гемоглобина То есть падение гемоглобина между ними не было То есть то утверждение о том, что якобы большая трубка Большая нефростома снижает риск кровотечения Оно достаточно эфемерно То есть можно думать об этом Но, по крайней мере, доказательств пока нет Пройдемся по некоторым работам Которые сравнивают различные виды дельножей И потом мы с вами вместе придем к какому-то общему выводу Итак, работа здесь, которая сравнивает 10-й и 22-й френч нефростому Шкала боли имеет статистически значимое То есть у нас более низкий балл по шкале боли Если нефростому поменьше Оно в принципе и логично Смотрим правый блок Мы сравниваем стенд шестерку Девятку нефростому, двадцатый френч нефростому Статистически значимое увеличение количества потребления аналогетиков Связанное с наличием нефростома Я прошу помнить о том, что у этих работ Есть всякие слабые места Естественно, может быть, большая нефростома Связана более интенсивным там объемом Более интенсивной операцией Большим объемом камней И может быть, все это исходит и оттуда Но что говорят другие исследования По поводу затеков Шестерка стенд, девятка нефростома, двадцатка нефростома Статистически значимо меньше у стента и у девятой нефростомы Мочевые затеки Если мы смотрим койка день То в принципе, если мы ставим стенд То действительно койка день уменьшается Но опять-таки койка день Это такая вот субстанция Которая, ну скажем, если у вас стоит нефростом Никто не запрещает вам выписать пациента на первые сутки с нефростомой Если ему объяснить, сказать, что ничего в этом страшного нет Он спокойно уйдет и он придет к вам через 3-4 дня Вы можете переезжать ему еще на сутки То есть здесь уже вмешиваются всякие там финансово-экономические моменты Если у вас частная клиника, если вы работаете там по ОМС То вы не выпишите пациента сейчас и не возьмете его потом То есть это уже такие параметры, которые, к сожалению, и для Штатов Они не чужды Если мы говорим Руслан, I need help Батарейка Я извиняюсь за эту маленькую паузу Если мы сравниваем осложнения То мы видим, что для нефростома и стента разницы в осложнениях ее нет Если мы сравниваем по дельте гемоглобина между стентом и нефростомой Разницы нет Стентом и этой тонкой нефростомой ее тоже нет Если мы сравниваем стент, полностью бездренажную методику и нефростому 14, которая тоже является маленькой нефростомой То мы видим, что анальгетики были статистически значимы более чаще и больше нужны в группе пациентов с нефростомой Если мы сравниваем по осложнениям, то разницы между этими тремя группами ее нет Но давайте допустим Что дает нам нефростома, что дает нам стент и что дает нам абсолютно бездренажная методика Если в целом на основании этих исследований мы можем утверждать, что нефростома небольшого диаметра почти ничем не отличается от того же стента, который вы ставите Что дает нефростома? Давайте посмотрим Это исследование, которое говорит о нашем интероперационном принятии решения То есть, предположим, мы закончили операцию и мы говорим, закончил я ее, убрал ли я полностью все камни или что-то осталось? Посмотрите сюда Вы видите, что если вы заканчиваете полностью, если вы заканчиваете по методике бездренажной, то есть составлением стента Вы оставляете, вот у четырех пациентов мы оставляем фрагменты от двух до четырех миллиметров Были разные дебаты в отношении того, что считать клинически незначимыми фрагментами Четыре миллиметра, три, два, один Да, и вот хорошее исследование Значит, хорошее исследование Которое отслеживало Мы делаем конферекцию Хорошо Продолжение следует Продолжение следует...